Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я руковожу Академией генеративной медицины. Сейчас я нахожусь в Свердловской области. И по пожеланию моих друзей сегодня будем говорить о очень важной теме – сахарном диабете. То есть, поверьте мне, что я буду разговаривать не просто голословно, а опираясь на ту практику, на те факты, которые в жизни у меня были с теми пациентами, которые приезжали. И я знаю, о чём буду говорить. Видите, хотя разговор будет немножко странным для вас, потому что я буду говорить о сахарном диабете всё наоборот. Не так, как вы хотели слышать и слышали до сих пор. Как-то в Индии я был, и там точно так же народ изъявил желание, чтобы я рассказал про сахарный диабет, как бороться с ним. Я только начал разговаривать, и меня чуть не побили. И я резко изменил тему и, в принципе, даже ушёл. Потому что народ стал злым от того, что я начал говорить, потому что у них были проблемы в семье с родственниками с сахарным диабетом. И у меня тоже были родственники с сахарным диабетом. У меня отец болел. Поэтому я знаю, что это такое, и очень много понимаю на сегодняшний день, как происходит лечение, какие проблемы, что провоцируют, какие причины. И как это всё, можно сказать, даже легко лечить. Особенно второй тип сахарного диабета вообще без проблем. Сегодня я пригласил простого, можно сказать, работника, водителя, с которым я познакомился полгода назад здесь, в Свердловской области, в городе Талица. И у него сахарный диабет. Как зовут себя? Игнатий. Вот, Игнатий. Сколько тебе лет? 54. Сколько лет болеешь? 22. Ну, 22. А теперь давайте для начала я вам расскажу те причины, которые я знаю, и которые, думаю, что больше всего влияют на то, что люди заболевают с сахарным диабетом. Для кого-то это будет новость, для кого-то нет. Самое интересное впереди. Что провоцирует? Фактически, самая главная проблема – это воспалительные процессы, которые могут быть во всём организме, и в том числе в поджелудочной железе. что провоцируют воспалительные процессы. Воспалительные процессы провоцируют вирусы, бактерии, грибы и гельменты. Могут быть по отдельности, а могут быть в комплексе. Это основные причины того, что человек в какой-то ситуации заболел какими-то заболеваниями, и в то же время воспаление спровоцировало сбой в организме, и инсулин не стал вырабатываться в той степени, в которой должен. Хочу сразу сказать, что потребление сахара здесь вообще ни при чём. Я вам докажу это. Что ещё могло повлиять? Мало кто знает, а я вам скажу точно, что аллергия очень часто даёт проблему. Особенно аллергия на животных, о чём люди даже не подозревают. Многие люди держат там какого-то котика, собачку, свинку морскую или какую-то. Это не шутка. Эти животные могут провоцировать. Что ещё? Антибиотики. Вы потом поймёте, почему. Они могут спровоцировать легко сахарный диабет. И препараты, которые людям дают где-то обезболивающее или где-то что-то от стресса, то есть антидепрессанты или что-то в этом роде. Психотропные какие-то вещества. Это препараты, которые могут дать огромный сбой в организме человека. Ну и ещё есть одна проблема, о которой вообще мало изучена она и мало на неё обращают внимание. Называется дисбактериоз. Дисбактериоз фактически не является как бы заболеванием. Что самое интересное, если посмотреть заболевания, то дисбактериоза там нет. Но в то же время отсутствие хороших бактерий в организме человека создаёт заболевания, которые в том числе диабет могут образоваться. И недостаток сахара и недостаток соли. Это ещё причины интересные. Начинаю доказывать то, о чём я говорил. Начнём с сахара. Сахарный диабет. Сейчас возьмите, откройте энциклопедию и посмотрите, что стимулирует выработку инсулина в организме человека. В поджелудочной железе. Что заставляет клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин. Это именно глюкоза. А теперь давайте посмотрим с точки зрения того, что вся медицина на сегодняшний день запрещает употреблять глюкозу. То есть запрещают в поджелудочной железе вырабатывать инсулин. Согласен? Логично? Ну, так-то да. Теоретически. Логично, правильно? А теперь давай ещё посмотрим. Всё, что мы едим. Наша лаборатория. Это то, что у нас около 60 тысяч рецепторов находятся у нас только во рту. определяют химический состав. И на основании анализа того, что мы едим, у нас начинает вырабатываться желудочный сок, инсулин. Но ещё вопрос в том, что не только инсулин вырабатывает поджелудочная железа, но она же вырабатывает ещё ферменты, которые участвуют в переваривании пищи. Они разлагают пищу на компоненты, которые нужны для того, чтобы она расщепилась. И в том составе, в котором после этого она поступает в кишечник, те элементы, которые уже нужны, они впитываются в кровь и поступают в наши клетки. Опять же, вы смотрите только на то, что поджелудочная вырабатывает инсулин. Но вам вообще никто не говорит о том, что ещё какие функции в связи с этим перестают работать. Вы говорили про ферменты? За 22 года никто не говорил. Вот, видишь. Поэтому я скажу вам, уважаемые зрители, что я пригласил Игната и ни одним словом не обмолвился, что мы будем говорить и о чём. Так? Что про сахарный диабет. Да, про сахарный диабет, только и всё. Ну, что будем говорить, я не говорю. Правильно? И вот сейчас я смотрю на твою реакцию, мне это вот твоё удивление. А удивление не только у тебя, а у всех. Понимаешь, интересно? Поджелудочная железа интересно так. Вырабатывает инсулин, который непосредственно с поджелудочной железы попадает в кровь, а при работе поджелудочной железы вырабатываются ферменты, их количество, опять же, зависит от поступающей пищи, какой состав, какая пища, какие ферменты должны быть. Это всё наша лаборатория определяет и даёт команду. и есть канал, который поступает вместе, соединяется вместе с желчеводящим каналом, и это всё поступает в 12-перстную кишку. Понимаете суть? И об этом вам тоже никто не говорит. Как это происходит? Какой инсулин? Для чего? А что ещё делает поджелудочная железа? И вот теперь, смотрите, основной принцип выработки инсулина и заставить организм, чтобы он вырабатывал, это всё-таки глюкоза. Глюкоза, сахар, мёд, всё сладкое. Овощи, фрукты, помидоры, в какой-то степени, может, даже огурцы, но больше всего овощи и фрукты, которые мы употребляем, которые содержат большее количество сахара. И вот теперь давайте посмотрим ещё с другой стороны. Человек, который заболел или боится сахарного диабета, он перестаёт употреблять сахар. Согласен, да? Тебя напугали, ты считаешь свои калории, считаешь, сколько ты съел. Всё это высшая математика. Для меня я не хочу это влазить, но вы всё это высчитываете. Для чего вообще нужна глюкоза? Для чего нужен этот сахар? И для чего нужен инсулина? Да для того, чтобы мы жили, существовали, чтобы вырабатывалась энергия у клеток. Клетка должна, как котёл, в него что-то должно поступать, чтобы она что-то делала. Понимаешь? Именно инсулин даёт возможность поступать, чтобы в клетку поступила глюкоза для выработки клеткой энергии. А давай подумаем, что ещё может заменить глюкоз? Хлеб, рис? Нет. Макароны? Нет. Те же углеводы? Нет. Тогда я... Всё, что ты перечислил, это должно видоизмениться в процессе пищеварения и всё равно как бы превратиться в глюкозу. Правильно? Нет. И для этого всё равно нужен инсулин. Правильно? И вот ты считаешь калории, которые в пище вырабатывают твой организм и считаешь, сколько инсулина нужно. Правильно? Да. А что можно дать в клетку? Вместо инсулина? Вместо фактически глюкозы, вместо сладостей, и чтобы клетка выработала энергию. Понимаете, вам никто ничего не говорил? Нет. Машина может ездить на дизельном топливе, может на бензине, а человек может работать на двух видах топлива одновременно. На электричестве? Нет. Алкоголь. Вот, правильно. Ну, рис. Перегонка идёт, там столько сахара. А вот теперь вообразите только. Алкоголю не нужен инсулин. Вот интересный факт. Это доказано. Всем продуктам питания нужно. Почему алкоголик просто пьёт и всё, у него энергия вырабатывается, он живёт, и, я бы сказал, достаточно долго. В тех условиях, в которых он живёт. Интересно. А теперь смотри. Откуда взять алкоголь? И откуда он берётся у человека? Вернёмся к дисбактериозу. Причине, можно сказать, даже самой главной причине образования сахарного диабета. Вот. Сейчас смотрите, следите за моими мыслями. Нормальный человек. Здоровый человек. Сейчас рассматриваем. Он съел пищу. У него сладкое что-то он съел. Это нормально. поджелудочная железа вырабатывает количество инсулина достаточное. Но сразу я говорю, что это количество инсулина недостаточно для переваривания и для поступления в клетки. Ни у одного человека у здорового недостаточно инсулина, чтобы обеспечить организм. Все правильно. Ни у одного. Слушайте меня. Очень внимательно. Что происходит? Мы сахаром стимулируем выработку максимально. Но он все равно не выработает. Ни у одного человека. Бактерии. в основном дрожжевые бактерии. Они за минуты, за часы уничтожают весь сахар, который поступает в организм. Они ее перерабатывают на спирт. Вот в чем фокус. То, о чем вам никто никогда не говорил. Два килограмма бактерий, которые находятся в организме человека, они просто уничтожают все. И плюс какая-то часть глюкозы все равно поступает в организм. Тот инсулин, который выработался, он обеспечивает транспортировку в клетки. И все. Два вида топлива используются одновременно. Что происходит у больных с сахарным диабетом? У них никогда не будет все хорошо. Почему? Потому что им запретили использовать глюкозу. То есть они стимулируют умирание клеток поджелудочной железы. И второе, они стимулируют отсутствие сладостей, смерть бактерий. Они не могут жить без пищи. У них нет 2 килограмма бактерий, там хоть можно сказать пару грамм всего лишь. Вот интересная штука. Вы когда болеете сахарным диабетом, вы передозировку делаете всегда инсулина. потому что столько его не нужно для организма. Вы контролируете содержание сахара, а его можно контролировать бактерии. Интересно? Выработка бактерий. Да? Это не выработка. Из чего происходит? Это не выработка. Это их нужно заселить и дать пищу. Если в сарай поставить свинью, она же все равно сдохнет. Так и бактерии. Их нужно дать и их нужно кормить. Корм основной для бактерий это та же самая глюкоза, сахар. их нужно кормить. Самые простые и самые лучшие бактерии это дрожжевые, это дрожжи. Дрожжи, обычные дрожжи. Одним из можно сказать лучших дрожжей это пивные дрожжи. Пивные дрожжи одновременно являются источником витамины группы Б, когда вы посмотрите на таблетки, которые продают витамины группы Б, большими буквами, и маленькими, которые вообще не читаются, написано пивные дрожжи. Вам тупо продают пивные дрожжи. Это значит употребление пива это правильно? Пиво неправильно. Пиво в основном на 90%, 95% даже идет постерилизованное. Там все убито. А вот квасы, которые делают сами, вот сейчас берозовый сок, кленовый сок, немножко даже добавить где-то дрожжей, где-то просто даже добавить изюм, в нем содержится очень много дрожжевых бактерий, они когда перерабатывают получается квас, хлебный квас. Вот это чудо. понимаете? Поэтому я вам скажу так, вот из практики люди, которые приезжали ко мне с сахарным диабетом, после недели даже, они даже не мерили уже потом инсулина. Они чувствовали себя прекрасно, но была одна проблема, когда они приезжали домой, у нас они получали стабильную дозу бактерий, мы даем с пробиотиками соки специально, и пищу у нас тоже дозируем, чтобы было тоже глюкоза, где-то мед, где-то сахар, где-то сами соки, они достаточно много содержат глюкозы, и тут мы в комплексе делаем процедуры, и еще очень важная вещь, это очистку печени. Я упоминал, что с поджелудочной железы выходит можно сказать канал, который соединяется с желчеводящим каналом, и вот эта близость, и можно сказать непосредственный контакт двух каналов, и если есть воспалительный процесс, то и желудочные железа, и печень, они в связке всегда. Печень вообще это самый главный орган, я считаю, пищеварительной системы, и вообще очень важный, который выполняет одни говорят 100, вторые говорят 200, некоторые даже 300 функций, я даже и 5 не могу вообразить, чтобы она осуществляла, как это одинаковые клетки той же самой печени, как они всё это делают, я даже не могу вообразить. Это лаборатории, которые, наверное, нет равных в мире, ни в каких технологиях невозможно даже придумывать, как это, какие даже химические элементы могут сделать такие превращения, как делает наша печень. Но она же иногда тоже имеет способность фильтра забиться. Вот в машине мы каждые 10 тысяч километров фильтр меняем. И это не дай бог не поменял. И мы видим, что масло уже там всё там чёрное такое страшное. А вы думаете, что у нас происходит с кровью? точно так же. Она становится густой. В ней там вра, только там холестерин откладывают. Да там всего откладывается. Это же лаборатория, которая пропускает всю кровь, которая идёт у нас с кишечника. Она же не идёт по клеткам, она идёт, собирается, идёт в печень, а потом уже идёт по организму. Это фильтр фактически, который ещё плюс делает превращение всех элементов в тот состав, который нужен организму человека. Это фантастика, мне трудно объяснить. Я бы хотел ещё упомянуть о важности не только сахара, о котором мы говорили, гликозы. Я бы хотел упомянуть ещё и соль. У нас всех вас, и меня, и вас дезинформируют. Ко мне, когда приезжают люди, с разными заболеваниями, я не знаю, как это объяснить, но я многим сразу говорю, что у вас одна проблема. Кто-то сладкое не употребляет, а кто-то соль не употребляет. А некоторые вот и то, и другое. А некоторые, мы говорим, вы употребляете соль, ну, например, гималайскую, которая является, я считаю, сильнейшим ядовитым веществом. Почему ещё вам объясню? Потому что гималайские соли продаётся в пять раз больше, чем производится. Остальное красители, ароматизаторы и химия, которую не просто в рот нельзя взять, а даже рядом с человеком нельзя держать. Можете представить, что такое гималайская соль? И многие диагнозы, которые я вот знаю конкретно, они неизлечимые, смертельные, можно сказать. Это реакция организма на яд, который находится в гималайской соли. А самая лучшая соль – это обычная, даже очищенная, такая вот меленькая, которая не морская даже. Соль, должна быть солью. То, что в ней там много всяких элементов, думаю, что элементы должны приходить с пищей, а вот соль должна быть солью. Так вот, нас пугают сахаром, даже на таком уровне. Я думаю, что каждый из вас помнит эпопею, она повторяется из года в год, когда в России, даже в Европе пытались сделать дополнительный налог, акциз, как на сигареты, так и на соль. Почему? Потому что она вредна. Вы понимаете, насколько идет дезинформация, насколько нам вбивают в голову, чтобы мы не употребляли то, что дает энергию и то, что нам необходимо. Понимаете? А теперь я еще интереснее скажу. у тебя, например, я думаю, что в любом случае есть проблема с пищеварением, правильно? Ну, язва уже зарубцевалась. Вот, язва уже зарубцевалась. Слышали, нет? Ну, это временное явление. Она рубцуется, разрубцуется. Да, чтобы она там была. А я тебе сейчас подскажу, что нужно делать, чтобы хотя бы язвы не было. Первое, ну, чистить печень, это обязательно. А второе, вот, почему я говорю, что проблема с пищеварением, она есть у всех, кто употребляет инсулин и в то же время, кто не употребляет сахар. Поджелудочная не работает, в то же время она не вырабатывает ферменты, которые должны быть. хотя бы фистал. Фистал именно то, что нужно, что может заменить. Нет. Именно ферменты, которые переваривают пищу. И опять же, ни один эндокринолог этого не говорит. Я считаю, что это тоже преступление, потому что люди должны знать, что у них проблемы с поджелудочной железой. Клетки, которые от отсутствия глюкозы умирают, но они одновременно должны вырабатывать ферменты. Единственное и самое лучшее в мире средство, которое помогает организму функционировать, это фистал. в Европе, в Америке продают креон. Это как бы аналог или что-то подобие какое-то фисталу, но он в подмётке не годится, фистал. Фистал это самое лучшее на сегодняшний день средство. И вот когда его рекламируют, я единственное, что поддерживаю эту рекламу, потому что много БАДов всякий бред продают, ещё и рекламируют по телевидению, а вот фистал это реально препарат, который нужен людям. Если что-то, проблема какая-то с пищеварением, достаточно попить несколько даже таблеток, и организм начинает уже сам работать. У кого поджелудочная здоровая более-менее, а у кого есть проблемы с ней, это как бы препарат, который нужно употреблять может даже каждый день. Так что вот такие интересные вопросы. Я сегодня поднял и думаю, что немножко удивил. Да. Удивил? Для того, чтобы использовать методы, которые я вам рекомендую, их нужно использовать тоже с умом. Не то, что завтра пошел, сахар набрал, наелся, бактерии купил дрожжей, тоже наелся их и квасов понапивался. всё должно быть в меру и эту меру человек должен сам на себе потихоньку испытывать. Я никому никогда не говорю, что вы должны бросить употреблять инсулин, вы должны в первую очередь стимулировать работу поджелудочной железы. Откройте энциклопедию. Единственное, что стимулирует, это глюкоза. Больше ничего. Без этого вы не вылечите никогда в жизни. И вот у меня особенно много было детей, которые приезжали с сахарным диабетом. Они родители, я им всё это объяснял, вот как и вам, и ни одни из родителей не захотели вылечить вот что интересно ребёнка. они привозили регулярно некоторые разы многократно для того, чтобы убрать проблемы, которые становятся в процессе заболевания сахарного диабета, потому что невозможно никогда в жизни угадать сколько нужно инсулина в зависимости от той пищи, которую вы употребляете. Никогда. Хоть вы одно и то же ешьте, хоть вы одно и то же колитесь там, всё равно это бесполезно. Есть или передозировка, или вы употребляете меньше инсулина. А вот бактерии, они съедают всё. Представляешь? Вот когда вы будете делать квас, разведёте дрожжи, дадите сахар, и когда оно уже будет брожить, возьмите, бросьте сахар. Если это сделать в стеклянной прозрачной, например, бутылке какой-то, падоке, и вы увидите, что сахар, который вы бросили, вот реально попробуйте сами, чтобы увидели своими глазами, вы бросаете сахар, и этот сахар даже не долетает до дна. Бактерии съедают? Они на ходу съедают, и пузыри просто вот аж пена идёт. Не слышал ни разу. Попробуйте. Перед этим мы с тобой разговаривали, только самогонку сейчас пьёте с друзьями, самогонку ещё надо сделать. Попробуйте сделать, просто дать сахар, ради интереса, просто маленькую емкость, попробуйте дрожжи дать, попробуйте дать сахар, и пускай оно начнёт пениться, и потом просто посыпьте сахар, он не долетит до дна. Его съедят на ходу. когда вы у себя дадите бактерии, и они начнут с вас жить, их количество будет достаточным, ни один инсулин не нужен в том количестве, в котором вы колете. Понимаете? болезнь болезнь сахарным диабетом это не недостаток инсулина. В моём понятии это недостаток бактерий, которые должны его съесть. Вот и всё. всё очень просто и логично. Пусть попробует кто-то возразить. И в то же время я бы хотел, чтобы каждый из вас оставил комментарий, как вы всё-таки согласны со мной, или как те на Гуа в Индии хотели бы меня тут камнями забросать. задайте питания, задайте вопросы. Я на них ещё отвечу. Сделаем ещё одну передачу. Давайте искать истину. Принесём клац и брагу. Давай сделаем. Давай реально. Вот во вторник сделаем передачу. Перед этим сделаем врагу, можно сказать. И я вам покажу. Не долетит сахар до дна. Это я гарантирую. Так это работает. Почему все ищут болезнь не там, где она есть? Все боятся сахара, который нужен человеку. вот вопрос. Пробуйте. У нас там пара человек есть на зуме. Может вопрос есть у тебя, может вопрос есть. Все понятно, да? Объяснил? Услышал много интересного будем переваривать. Так что там? добрый вечер. Добрый вечер. Да, да, слышно. Спасибо вам большое за познавательную беседу. Я много для себя вынесла из вашей лекции. У меня вот такой вопрос. Люди элегантного возраста переживают много стрессов и поднимается сахар. Вот почему из-за стресса поднимается он? Ну, это не болезнь, но он все равно поднимается. Это один вопрос. И сразу же из него второй. Когда же мы в Талицком районе сможем попасть вам на очистку печени и лечение всех проблем людей элегантного возраста? Будем так говорить. С какого вопроса начать? С любого. Без разницы. Как вам удобно? Ну, попасть в санаторий, который я сейчас ремонтирую, думаю, что просто попасть, чтобы даже печень почистить, возможно, через пару месяцев. Для того, чтобы ее запустить в полном объеме, я думаю, что или к осени, или к зиме, не знаю даже. Поэтому здесь трудно сказать. А вот по тому, почему стресс влияет на выработку, можно сказать, инсулина, и почему его не хватает, и в то же время сахар поднимается из-за стресса, ответ очень прост. Дело в том, что инсулин это гормон. Выработка всех гормонов, всех, без исключения, тормозится при стрессе. Вот вам ответ. Та же самая иммунная система, она тоже останавливает работу. то есть стресс это очень можно сказать, нехороший фактор для человека во всех отношениях. Любое заболевание, оно может образоваться в период, когда у человека стресс. В то же время и выработка инсулина тоже тормозится. так что тут ничего интересного такого и сверхъестественного нет. Кстати, люди вообще не понимают, что такое гормоны, как они вырабатываются, от чего зависят. В том числе даже сам стресс это тоже выработка гормонов. Интересный фактор. И чтобы человек вышел из стресса, опять нужны гормоны. Понимаете? Это уникальная вещь сами по себе гормоны. Фактически всеми функциями еще дополнительно в организме человека управляются гормонами, которые вырабатываются тоже по определенным программам, которые заложены контролируются где-то мозгом, где-то природными инстинктами, заложенными в организме человека. Также фактически рождение и смерть людей обусловлены тоже выработкой или торможением выработки гормонов. их гормоны тоже нужно поддерживать в нормальном работоспособном состоянии. Напишите вопросы, которые вы хотели по сахарному диабету. Мы в следующий раз реально продолжим эту тему. Можете попробовать что-то из того, что я вам сказал, посмотреть на себя, как вы ощущаете и задать ещё вопросы. И каждому хотел бы мнение всё-таки. Или я тут сказки вам рассказываю, или всё-таки реальность. Но логически я вам сказал, вот это всё, что я вам объяснил, оно поддаётся логике. И не только логике, а и практике. Потому что сахарный диабет очень легко лечится. в наших условиях, вот после очистки печени, после того, как мы даём пробиотики, то есть бактерии определённые, но даже то, что доступно у вас каждому, это обычные дрожжи, которые для выпечки идут, пивные дрожжи. Это элементарно всё. Доступно. вас дезинформируют о том, что там где-то какие-то пробиотики продаются дорогие или что? А на самом деле возможно даже, что эти пивные или обычные дрожжи там находятся в этих пробиотиках. Вот и всё. Я как-то в Польше покупал пробиотики, и потом ко мне приехала женщина, у которой был маленький куратник. 95 тысяч курей бройлерных несушек. И вот вы сейчас не поверите, конечно, но она курам даёт препараты от паразитов от гельментов. она им чистит печень. Специальная методика по очистке печени курами, но не людям. Вы можете вообразить? Она когда была у нас попробовала пробиотики, которые мы даём, и говорит «А эти пробиотики я курам даю». точно такие же. Мы с ней вместе позвонили производителю пробиотиков. Оказалось, эти пробиотики производит одна и та же фирма, и мы по-честному директора спрашиваем «Скажи, почему они похожи для курей и для человека?» «Она же не похожи, опять же те же самые, только наклейку меняем». Пробиотик он пробиотик, то есть это бактерии, которые должны быть у человека или у животных, они одинаковы. И вот я говорю «Так у тебя для сеней, для курей, для лошадей это что, одни и те же?» «Да, всё одно и то же, только для людей продаётся дороже, потому что там нужны будут сертификаты, там нужны были испытания многолетней, вот это всё, оно стоило дороже, эти же пробиотики сделать, чтобы они были доступны и реализованы как лечебное средство для человека. Вот интересная штука, поэтому можете представить, кстати, не знаешь, отчего умирают куры? Основная причина смертности? Нет, наверное, хозяин голодный. Нет, кто там у нас на зуме ещё есть? Ну-ка, отчего убирают куры? Основная причина смертности. Головы врубают раньше, чем они умрут. Что? Головы врубают раньше, чем они умрут. Голову отрубают? Голову отрубают? Нет. от разрыва пупы, от кровотечения они умирают. Когда курица маленькая, ещё молодая, она несёт яйцо маленькое. Когда она становится больше, с каждым годом она несёт больше и больше яйца, но при процессе, когда она несёт, у неё частенько разрывается клака, она называется. И вот с каждым разом, с каждой трещиной, с каждой шрамом, можно сказать, клака становится неэластичной и уже не может расширяться при том, когда она несёт яйца. и курица при определённых ситуациях уже получает кровотечение и от этого умирает, просто оно не останавливается. Интересная штука. Это вот меня тоже не знал, у меня вот эта вот женщина. 95 тысяч курей и всего лишь 5 работников. 95 тысяч курей 5 работников. Куры, несушки, это не те, которые в клетках сидят. Это ходят. Там и петухи обязательно. И интересные такие процессы. Так вот, женщина, которая хозяйка этого куратника, она многое ещё взяла от моей методики для курей. но то, что она мне сказала, что делают очистку печени, дают пробиотики, травят глисты, это обязанность производства, это технология выращивания курей. Для меня это был немножко шок. Итак, я упоминал, что гельменты являются тоже огромной проблемой и причиной тоже сахарного диабета. можете понять, что курат дают препараты, а человеку говорят, у вас ничего нет, не должно быть. еще какие вопросы есть у кого? у тебя все понятно? Если будут, завтра спрошу. Хорошо. Да. Ну, тогда все. Желаю вам удачи и не слушать никого по поводу вреда, соли, сахара, диет. Ешьте все. Организму нужны белки, жиры, углеводы. Все нужно. И надо, чтобы организм работал и хоть гвозди вы ешьте, чтобы они переваривались. такие вот дела. Здоровья, до следующей встречи. Редактор субтитров